здравствуйте уважаемые коллеги и зрители канала заметки электрика мысль для данного видеоролика мне пришла после сопутствующих вопросов по видеоролику про бюджетный щит для частного дома в комментариях стали обсуждать что при установке двух узор в одной линии например вот на вводе у нас 100 миллиампер а на отходящей линии 30 миллиампер селективность их срабатывания соблюдаться не будет и что при возникновении утечки например на отходящей линии может отключиться в одной узор или даже одновременно оба узор что не есть хорошо естественно чтобы сто процентов соблюдать селективность на вводе необходимо установить селективно узор это тип с или тип g то есть заданной выдержкой времени от там 0 15 до 0 5 секунд а уже на отходящие группы установить стандартный узор без выдержки времени оба эти узор могут иметь одинаковую ставку дифференциального тока например 30 миллиампер в этом примере случае утечки на одной из отходящих линий в одной узор сработает только в том случае когда групповое узор поврежденной линии по каким-то причинам не сработает например оказалось неисправным вышло из строя и тому подобное это все верно и правильно но селективность срабатывания узор можно добиться не только выдержкой времени селективного узор типа с или типа g но и с помощью обычных не селективных узор причем этот способ наиболее распространен в данное время так как селективный узор есть во первых не у всех производителей да и встречается они в продаже гораздо реже рассмотрим тоже квартирный щит где у нас имеется две группы нагрузок там розетка 1 и номер два на групповые нагрузки у нас установлено узор с уставкой дифференциального тока 30 миллиампер она вот устанавливаем узор с уставкой 100 миллиампер в одном из своих видео я рассказывал вам подробно про методику проверки узор и приводил значение приводил табличку со значениями срабатывания узор при разных кратностях тока при однократном и двухкратном и пятикратном токи так вот чем больше ток утечки тем быстрее срабатывает узор хотя встречается порой исключение когда при разных кратностях тока утечки время срабатывания у них почему-то практически не меняется но это больше все-таки является исключением тем не менее я решил все же провести вам несколько экспериментов чтобы показать вам все наглядно и раз и навсегда разрешить все вопросы и дискуссии по данному вопросу и так эксперимент 1 селективность двух узор с током утечки 100 миллиампер и 30 миллиампер в качестве примера я буду использовать узор vd 163 от иек но в качестве измерительного прибора уже всем известны вам мрп 200 от санель вот у меня водой узор на 100 миллиампер вот у меня на него приходит питающий кабель вот он белый дальше идет у нас перемычка вот две перемычки фазы и 0 на как бы групповое узор и с него уже идет фаза 0 на розетку для один рейки сюда у меня подключена вилка шука моего измерительного прибора и поочередно буду проверять их срабатывание смотреть селективность при разных токах утечки начиная с 10 миллиампер и так потихоньку будем повышать и смотреть как при этом будут срабатывать наши узор не обращайте внимание что у меня не подключены в цепь автоматические выключатели для защиты от сверхтоков это у меня чистый эксперимент по узор данном случае они нам здесь не нужны оба узор у нас включены и имитируем утечку в цепи розеточной линии вот здесь вот 10 миллиампер ни одно узор не срабатывает и это правильно потому что еще раз напомню что минимальная уставка срабатывание узор это 0 5 от тока уставки данном случае у нас минимальная уставка в одну зону 100 миллиампер отходящая групповое на 30 миллиампер соответственно минимальная уставка это 15 миллиампер соответственно при 10 миллиамперах наши отходящие групповой узор не сработало так идем дальше делаем 20 при 20 миллиамперах наши узор также никак не отреагировали вот это я провел измерение срабатывания тока узор и вот у нас значение 21 миллиампер 21 миллиампер это у нас минимальное значение тока утечки на которой реагируют отходящие узор на 30 миллиампер это все правильно заводим наши отключившиеся узор входящие и проверяем током 30 миллиампер вот при токе 30 миллиампер отключилась у нас только отходящего за замечательно идем дальше 50 давайте сделаем поехали а вот здесь при 50 миллиамперах у нас отключилась отключились оба узор как в одно и так и отходящие отходящие давайте идем дальше включаем ток 60 миллиампер поехали и также отключается у нас оба наших узор так идем дальше 100 миллиампер поехали вот при 100 миллиамперах у нас срабатывает опять отходящий отходящий узор давайте дальше 150 поехали вот 150 у нас опять отключились оба узор давайте 200 при 200 у нас отключилась отходящий узор давайте 300 при 300 у нас опять таки оба ну и давайте 500 миллиампер отключились оба узор ну что я могу подытожить по данной данной данному примеру то что у нас селективность узор соблюдалась только при токах утечки до 30 миллиампер нас отключался отключалась групповое узор далее у нас при 50 и при 60 миллиамперах у нас отключались оба узор дальше у нас какая-то мистика при 100 миллиамперах у нас опять-таки отключился только отходящий узор при 150 миллиамперов у нас опять-таки отключились оба при 200 миллиамперах у нас отключилась только отходящее при 300 миллиамперах нас отключились оба при 500 миллиамперах у нас отключились оба ну по большому счету может сказать что данная схема не поддерживает селективность узор и к применению не годно так в принципе что проверять селективность двух узор с дифференциальным током уставки 30 миллиампер я думаю смысла нет там они будут в любом случае срабатывать и в хаотичном порядке либо сразу оба либо один либо другой кто быстрее как бы будет реагировать а вот проверить селективность с узор на духу за 300 миллиампер и 30 миллиампер это будет интересно в принципе посмотреть так что давайте я сейчас быстренько переключу и проверим так мы все переставил узор 300 миллиампер проверяем кнопку тест уже у нас исправно итак поехали по порядку тогда выставляем 30 миллиампер отходящие так идем дальше 50 миллиампер об отходящие так отлично 60 миллиампер об отходящие отключилась выставляем 100 поехали отходящие отключилась идем далее 150 отходящие и давайте сделаем тогда 500 отходящие и давайте сделаем тогда 500 и опять таки отключилась у нас только отходящие узор в общем в этом случае можно смело сделать вывод что такая схема имеет место быть и при этом если на отходящей линии возникнут какие-либо утечки величиной от 30 до 500 миллиампер то у нас отключится именно отходящие узор то есть на поврежденной линии если вдруг у вас возникли сомнения в исправности узор на 300 миллиампер вот отдельно его проверяю об 181 миллиампер это у него ток срабатывания узор исправно вот можем сразу 300 дать при 300 миллиампер время 169 миллисекунд чаще всего по требованию правил на отходящие линии у нас необходимо устанавливать узор 30 миллиампер а то и на ванной комнаты и вовсе 10 поэтому схемы двух последовательных узор 300 и 100 миллиампер не применяются ну или там может быть в каких-то исключительных случаях но я такого лично не встречал поэтому и проводить эксперимент с этими номиналами ну смысла нету в общем вот такие вот мы получили интересные выводы берите это себе на заметку и применяйте в своей работе все показано в данном видеоролике с таким же успехом относится и к диф автоматов в плане срабатывания их дифференциальных элементов прошу обратить внимание на то что данный эксперимент проводился с одинаковыми типами узор это vd 163 от рек то есть в данном случае тип аэс а это значит что при установке узор от разных производителей с разными типами их срабатывание может несколько отличаться в данного эксперимента так что учтите это если у вас есть какие-то вопросы если у вас есть какие-то пожелания какие-то предложения то к вашим услугам форма комментариев но если вам понравилось видео то обязательно ставьте лайк обязательно подписывайтесь на канал но с вами как всегда был дмитрий автор канала заметки электрика до новых встреч